Привет, друзья! Даже если вы не из Сибири, даже если вы понятия не имеете, что такое Новосибирский горсовет, какой там расклад, сколько единороссов, сколько оппозиционеров, это не имеет значения. Этот выпуск просто конфетка. Я вам покажу просто собирательный образ и единоросса, и ЛДПРовца, и, к сожалению, сегодняшнего ура-патриота. Но прежде чем мы начнем, друзья, в ближайшие недели все идет к тому, что заблокируют Ютуб, и нам необходима некая точка сбора, от чего мы будем отталкиваться практически со дна, с нуля. Я предлагаю перейти по ссылке, приглашению в описании, крас-телега, перейти в телеграм, подписаться. Именно там я буду размещать видео, всевозможные анонсы, материалы. В чем сила? Разве в деньгах? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. О чем сегодняшний выпуск? Накануне на сессию горсовета Новосибирска независимый оппозиционный депутат и просто красивая женщина Хельга Пирогова пришла в венке из подсолнухов. Желтые цветочки на голове. В начале сессии эта смелая девушка обратилась к мэру Новосибирска Анатолию Локтью с вопросом, а какого, вернее, с какой стати на муниципальном транспорте ты, уважаемый гранначальник, наклеил буковку «З». Почему ты без ведома горсовета, общественности, горожан затеял эту пропагандистскую патриотическую акцию, не согласованную ни с кем? И здесь началось. В транспорте с этой символикой страшно ездить, потому что ассоциация с этой символикой неприятная и болезненная, пишут наши жители. Автобусы и троллейбусы, не военная техника использования соответствующей символики, я считаю крайне неуместным, тревожащим и угрожающим для гражданского мира и согласия. Требую сделать все возможное, чтобы убрать наклейки с буквы «З» с общественного транспорта. Водители транспорта сказали, что их оштрафуют, если кто-то сдерет символику. Эти деньги можно было бы потратить на посыпку тротуаров, которые сейчас превратились в каток. В связи с этим я разделяю беспокойство наших с вами жителей. В связи с этим предлагаю вынести в вопрос разный, в вопрос, отчет мэра города Новосибирска о том, на какие средства закупались и размещались эти наклейки и с какой целью. Евгений Станиславович, Екавенко, пожалуйста. Уважаемые коллеги, ну и те, кого я коллегами, я лично не считаю. Я просто считаю, что мы не можем вообще на сегодня терпеть, делать вид, что ничего не происходит. В то время, когда наши войска сражаются, спасая мир от нацизма, меня, например, переполняет только чувство благодарности к нашему президенту и к нашим вооруженным силам за то, что они успели уберечь Россию от вторжения и сумели своевременными действиями сейчас спасать еще и те территории. И весь мир, только какая волна поднимается. Вот примерно таким человеком с выпученными безумными глазами я представляю сегодняшнего патриота с засранными пропагандой мозгами. Больше трехсот лабораторий по миру в более чем 27 странах. Мы все сейчас ощутили на мелком, на жалком подобии на коронавирусе. Так, так, внимание. Ну и пожалуйста. Я хочу сказать о том, я хочу сказать о том, нам куда деть совесть. Вам дадут возможность выступить, если вы захотите. Дмитрий Владимирович, у меня предложение. Вообще не давать слова. Я не знаю, их только персонажами назвать. Я их не могу назвать коллегами. Потому что начихать на исторические ценности, наши великие предки, деды и прадеды, жизни положили, чтобы сломать хребет фашистской гидры. А сейчас все происходит. Еще и вовлечение наших сограждан, молодежи. Я считаю, что это преступление. Это кроме как предательством назвать невозможно. Друзья, задумайтесь еще о том, что если вы агрессивно, с пеной у рта, в социальных сетях, в патриотическом иступлении, спорите про 8 лет, про своих не бросаем, что вы, возможно, выглядите вот так же, как этот Яковенко. Такие поступки, даже если они сделаны по ошибке, должны искупаться тяжелым, опасным трудом в специальных местах. И никак иначе. Пока наши законодатели, наши коллеги в Государственной Думе сейчас дорабатывают уголовные статьи в уголовный кодекс, чтобы это было уголовным преступлением. А вот еще один так называемый патриот, либерал-демократ, ЛДПРовец, Лебедев, посмотрите, как он напал на девушку, которая вопрошает, зачем на общественном транспорте клеить букву «З». Уважаемые сепаратисты, прекратите раскачивать лодку, в которой сидите. Если вы потеряли связь с реальностью, я вам напомню, что вы находитесь в системе органов публичной власти. Я допускаю, что у вас есть своя позиция, свое мнение. Извиняюсь, заберите у ней телефон. Там вот потом их соратник, который вы озвучили, извиняюсь, прошу прощения, Дмитрий Владимирович, но ведь он там в открытую призывает пострадавшему от санкций бизнесу скинуться для того, чтобы решать вопросы по устранению лиц, принимающих решения государственные. О чем мы говорим? Забрать срочного и выгнать их отсюда. Извиняюсь за эмоции. Евгений Владимирович, продолжайте. Какие не уважаемые сепаратисты же. Какие не уважаемые. Напомню вам, что вы находитесь в системе органов власти и подобными заявлениями вы вносите раскол в общество. Сейчас в непростое время, когда мы все переживаем сложные моменты, нам как никогда нужно объединиться и поддерживать друг друга и нашу армию, вы пытаетесь диссонировать. Сдавайте свои мандаты, выходите на площадь Ленина и заявляйте свою позицию. У большинства, у 90-95% позиция однозначная. Поддерживать и впредь, и ранее, и впредь поддерживать то, что сейчас происходит на фоне специальной операции в соседнем государстве. Вы понимаете, о чем говорит этот либерал-демократ, прислушник Единой России? Для него, конечно же, линия партии Единой России, не только ЛДПР, это святое. В стенах администрации города, правительства, России, чего угодно, нельзя сомневаться в том, что делает Путин, в том, что делает партия власти, партия жуликов и воров. Если они говорят, давайте одобрять поправки Конституции, которые навечно продлят срок правления Путина, да, одобрям. Давайте повышать пенсионный возраст, конечно же, мы только за. Давайте спецоперацию поддержим, мы за все, что инсуирует Путин. Я считаю, мы уже сейчас должны высказать свое общественное мнение и не пускать вообще таких личностей ради памяти, которой пропитаны. Каждая семья пострадала в Великую Отечественную войну. Это никогда не стереть из нашей крови. И мы не дадим, чтобы и грядущие поколения никогда не забыли. Это дело чести. Я представляю, какие комментарии сейчас появляются под видео. Там хватает наверняка оскорблений и про то, что на экране они видят какую-то тупую, орущую, безмозглую обезьяну, пропагандиста, прихвостня единой России. Я этого не читать, не произносить вслух не собираюсь. Чистый воздух здесь, свежий. А вот зайдут пара таких гандонов, и сразу вонь поднимается. Я говорю, ложись на пол, а то сейчас башку снесу. Очень хорошо изобречил Яковенко его коллега по горсовету, находящийся ныне в эмиграции, оппозиционный депутат Сергей Бойко. Тут в чате вполне резонный вопрос, они дебилы или циничные мрази. А я не вижу здесь противоречий каких-то. Почему одно может исключать другое-то вообще говоря. По умению Яковенко формулировать тезисы вообще и какие-либо мысли. Вообще очень важно, как человек говорит, потому что да, действительно, бывает дислексия. Есть такие заболевания, когда человек в общем-то не глупый, но тяжело формулирует мысли. Но это отдельное медицинское состояние, здесь речь не об этом. Чаще, когда голова пустая, соответственно, и очень сложно, а какие-то мысли, какие-то лозунги остались. То есть где-то что-то слышал краем уха, где-то какие-то плакаты видел. И вот он куски этих лозунгов пытается собрать в какое-то что-то удобоваримое. Напомню, Яковенко, это один из главных городских жуликов, про него даже Навальный в своем расследовании рассказывал. То есть чем вообще занимается человек? Он берет в аренду городские торговые площади по тысяче рублей. Их запрещено сдавать в субаренду. То есть нужно на них заниматься каким-то бизнесом. Но он вместо этого сдает их по 10 тысяч рублей каким-то частным предпринимателям. Я там тоже про это рассказывал. Очень легко найти и посмотреть про бизнес Яковенко. Все это зарегистрировано на его детей, которые, там, дочка живет в Дубае. То есть патриот детей вывез, туда же вывозит деньги, которые тырит из городского бюджета. Потому что, еще раз, взял за тысячу, отдал за 10. То, что город должен получать был 10 тысяч, 9 забрал в карман Яковенко. То есть 90% маржи чистой на простых совершенно вещах. То есть человек выводит деньги из городского бюджета. На эти 3%, так сказать, на 90 только, а не на 3, живет. И, конечно, он будет поддерживать любое преступление любой власти. Да любое. Потому что у него все вокруг построено. То, чтобы тырить деньги из карманов новосибирцев. Проиграл выборы 19-летнему студенту первый вообще документально зафиксированный в новосибирске случай наглого и прямого фальсифицирования выборов. То есть в урнах оказалось больше 200 бюллетеней, которых не должно было быть в этих урнах вообще. То есть там бюллетени, которые не имели права вообще участвовать в этих выборах. В итоге на 11 голосов он опередил 200 голосов сфальсифицировав. На 11 голосов определил нашего кандидата Славу Якименко. Еще раз, 19-летний студент выиграл у этого придурка выборы. И только за счет фальсификаций беспрецедентных для города Новосибирска. То есть никогда в городе такого не было. Яковенко первый главный жулик и вор, который сфальсифицировал в городе Новосибирске выборы. Именно вот не то, что где-то что-то купили кого-то за комиссией, где-то кому-то какую-то взятку дали, а прямо впрямую накидали 200 левых бюллетеней и получилось вот смотрите совсем другой победитель. То есть это самое просто олицетворение мерзкого просто совершенно такого жулика, который обманывает везде, где только можно. Он при этом тупой, но наглый. Понимаете, есть такая комбинация. Если человек тупой, но наглый и вписался в систему, то он вполне при этом может процветать, позволить себе и дорогой костюм, и детей за рубежом, и все что угодно. Именно такой человек будет активно топить за войну. Потому что война все спишет. Кровью российских солдат и украинских детей он замоет свои преступления. То есть кто там будет после тысяч трупов, кто будет вспоминать, как Яковенко воровал миллиарды рублей? Ну кто? Кого это уже будет волновать? Все, прикрыли, забыли, закопали, похоронили чьих-то детей. И уже совершенно не вспомнит никто, что был такой Яковенко и что-то там крал. Он заинтересован. Любой российский жулик заинтересован в войне. Потому что война все спишет. Самые главные жулики кричат громче всех. Смотрите, человек громко топит за войну, значит больше всех украл. Значит украл больше всех. И сами не поведут, и детей не отправят. И вообще, в принципе, им на все это по большому счету плевать. Дайте им продолжать воровать дальше. И все только это волнует. Золотые слова Слатыкова Щедрина. Если вы услышали про патриотизм, посмотрите кто где ворует. Вот такая позорная власть. И вот такие у нас сегодня третейские судьи, мошенники, жулики, махинаторы. Сегодня судят тех, кто выступает за мир. Друзья, это YouTube канал Красньюз. Не забывайте поддерживать остатки недобитой оппозиционной независимой журналистики. Сейчас внизу экрана вы видите номер карты, куда вы можете пожертвовать посильную сумму. Любая помощь сегодня нужна. И не забывайте, что у YouTube в ближайшие недели Роскомнадзор, возможно, закроет. YouTube больше не нужен пропагандистам. Нам нужна точка сбора для того, чтобы в дальнейшем не потеряться, чтобы там найти друг друга. Я прошу вас перейти в описание видео и по ссылке к приглашению подписаться на наш телеграм-канал. Крас Телега. Если вам не безразлично, что происходит на оппозиционном фронте. Какие проходят протесты, какие лозунги, какие действия предпринимает полиция и власть по пресечению оппозиционной деятельности и журналистики. Подписывайтесь на телеграм-канал Крас Телега по ссылке в описании этого видео. Найдите возможность морально и материально поддержать независимые СМИ. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Редактор субтитров А.Семкин